Вон она, вот она, вот она. Вот, вот, понял. Я сейчас когда идем, я иду послал. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про очень необычную птицу. Сразу хочу предупредить, что с птицей все хорошо, не переживайте, она в безопасности. Так, с чего все началось? Есть у меня очень хорошие знакомые, которых зовут Аня и Олег. Очень хорошие люди, очень любят животных, очень часто помогают разным зверятам. Живут они в необычном месте. И что значит необычном? Прямо за их домом начинается дикий лес. Это очень красивые места с огромным количеством разных диких животных. Они любят ходить пешком по лесу, и в одном из таких длинных походов, они в старом заброшенном карьере, в небольшом скоплении воды, увидели утку и селезня. Птицы жили там какое-то время, потом пропадали, потом появлялись обратно. Время от времени ребята подкармливали птиц, когда гуляли в тех краях. Но так получилось, что в этом году утка осталась одна. Селезень пропал. Мало того, что осталась одна, так еще со сломанным крылом. Кусок крыла торчал в сторону, взлететь она больше не могла. Ребята связались со мной, спросили, что можно сделать в такой ситуации. Мы договорились, что я приеду на выходные, и мы попробуем вместе ее поймать. Цель была поймать птицу для того, чтобы отвезти ее в центр дикой природы. Сейчас время без одной минуты четыре. Вот, что, будьте мне, включился ровно четыре. Сейчас выключу. Четыре часа утра. Договорился сегодня с Аней, что помогу ей поймать, во всяком случае, мы постараемся поймать эту дикую утку. У нее проблемы с крылом. Видно, что она подхрамывает и у нее перья в сторону. Это девочка, потому что она темного цвета. Ну, серая, это не селезнь. Селезнь обычно посветлее. Судя по видео, это серая утка. Ну, то есть та, которая кряква. Находится она в такой небольшом водоеме, не в большой лужице. Там вокруг очень много шакалов. Судя по всему, у мальчика так и съели наружу где-то. Ну, во всяком случае, они прилетали все время вдвоем. И были там какое-то время, потом улетали. А в этот раз она осталась одна, улететь она не может. Она сидит в этой луже. Если получится ее поймать, отвезу ребятам. Посмотрим, что можно сделать. То есть, в таком случае, даже если не получится починить ей крыло, то всегда можно ее перевести в более безопасное место. Там, где не надо будет летать, там, где нет опасности вокруг. В общем, все. Еду. Почему так рано? Потому что, ну, во-первых, чтобы не было жарко. Во-вторых, сегодня еще куча дел, которые надо сделать. Надо еще вернуться домой. Не сильно поздно. Все, ехать мне час 30 где-то примерно. В общем, еду за дикой уткой. Судя по видео, которое мне прислали ребята, на первый взгляд, не было никаких проблем ее поймать. Утка выходила на берег за едой. Она еле передвигалась по камням, хромала и подпускала к себе на близкое расстояние. Поймать ее можно было просто, накрыв с очком. Ну, это мы так думали. Но на самом деле все оказалось гораздо сложнее. Вообще, это уже стало закономерностью. Когда я вижу на видео или по рассказам, что вроде все просто, типа пришел и забрал, всегда, всегда все происходит совсем наоборот. Добрый утой. Такой ты точный. Хочешь кофе? Нет. Еще рановато как бы ехать. Там минут 10. Оно и не рассветет до этого времени. Нам, мы туда можем подъехать поближе на машине? Да. Не озеро. Это как бы она такая, как... Ну, я объясняла, как... Ну, как с лифти, типа, да. С водопадика вот этого вот налила туда и все. Хорошо, я взял большую коробку, попробую. Мы ехали через лес по очень красивой дороге. В этих районах очень интересные дикие места. Там даже зимой иногда выпадает снег. Для нас это большая редкость. Нам нужно было объехать гору и спуститься вниз. Когда мы приехали, уже было светло. Заехать на машине в сам карьер я не смог, потому что дорога была закрыта. А объезжать другой дорогой на моей машине было невозможно. Нужно было что-то более серьезное. Вот наша дорога. Куда я в тебя повезла? Вот наша дорога. Типа, мы шла была просто объехать. Понимаешь? Я сама перепутала. Там тоже шестборок закрыт. Ну, мы можем оставить здесь. Нам машину будет видно. Машину? Да. Мы оставили машину около въезда и пошли пешком. Теперь, что это за место? Это заброшенный карьер, в котором есть небольшое скопление воды. В общем, большая такая лужа. Хотя зимой, в сезон дождей, она довольно-таки сильно разливается. С левой стороны небольшой водопад, который переходит в заросли дикой мяты. Утка. Когда-то она выходила из вот этих вот. Сейчас едем. Ты видишь? Сейчас. Ох, ох, ох. Вот так вот эти пенки. Вон она. Вон. Это же она? Нет, нет, нет. Вон, ну, там темное то что. Нет, нет, нет. Точно нет? Нет, нет. Нет, это бурьян какой-то. Ну, не бурьян какой-то. Пойду обойду. Давай я возьму вокруг. Да. Вон она, вот она, вот она. Вот, вот, понял? Я сейчас когда идем, я иду по самому. Да, да, сейчас я. Только дальше от воды они. Вот она. Как ее вытаскивать отсюда? Без понятия. Надо поставить. Все, надо идти ходить. Надо, да, сейчас я уйду потом. Где лежит? Вот там вот что-то. То, что мы хотели сделать, это положить ей еду на берегу, подождать, пока она выйдет и поймать ее с очком. Утка с большим трудом передвигалась по острым камням, взлететь она не могла, так что, в принципе, не должно было быть никаких проблем ее поймать. Раньше, когда Аня ее кормила, она радостно выходила на берег. Но сейчас все было по-другому. Наверное, просто я ей не понравился. Я такой большой и страшный. Она не спешила выходить на берег. И даже когда она была в воде, она держалась от нас на расстоянии. Перегородить от воды просто надо ее. Мы пробовали переставить еду на другое место. Нам нужно было выманить ее как можно дальше на сушу. Но она никак не отреагировала. Вот здесь можно? Да, давайте. В конце концов, мы поставили тарелку на старое место. На то место, там, где обычно Аня кормила утку. Рядом с тарелкой я положил сачок с ручкой в моем направлении. Мне нужно было дождаться, пока она выйдет, подойти как можно ближе, быстро схватить сачок и поймать утку. Но это все было хорошо в теории. Так, попытка номер раз. Да, да, да. Мне надо поближе быть хотя бы. Я так быстро не схвачу и не добегу. Ну что? Встаю, встаю. Еще пару шагов хотя бы. Чтобы не наелась тоже. Проблема была еще в том, что было очень сложно передвигаться по воде. Ты сразу попадал в какую-то вязкую тину. Но я почти ее поймал. Это я так подумал в тот момент. Но дальше было еще интереснее. Здесь глина. Невозможно бежать по ней. Но глина, она не глубоко, да? Ну, завяз сразу же. Ну, давай тогда будем по воде. Я хочу речь с тобой. Зараза. Да нет проблем. Просто чем глубже, чем глинистее, конечно, можно по воде. Но давайте попробуем загнать. О, и все уже. До сюда. Так дальше не идет. В чем-то и дело. Конечно, я же об этом же говорю. Вот здесь еще камни, а дальше все уже. Вот это все. Все уже, не могу. Все, все, все. Все, 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 иди сюда. Там башмак по щеколотку заходит. Потому что там нет камней. Не знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Чуть-чуть-то ее не помню. Попробую. Можно попробовать? Попробуйте, обойдите. Нам надо ее какой-то угол прижать хотя бы. В это, да? Ну, желательно в это, да. Потому что там грязнее. Было понятно, что наш грандиозный план поймать ее с очком с треском провалился. Но мы все равно решили попробовать еще раз. Нам удалось загнать ее в угол. В том месте, где воды было поменьше, я мог более-менее передвигаться. Но и там меня ждал сюрприз. Я знал, что утки хорошо плавают. Я знал, что они могут нырять. Но то, что утка может нырнуть и проплыть под водой метров пять в сторону, для меня это было что-то новое. В общем, сильно не смейтесь. Смотрите, что из этого получилось. В общем, плохой из меня утколов. Конечно же, у меня не было никаких шансов поймать ее в родной стихии, но нужно было попробовать. Только для того, чтобы знать на будущее, что это бесполезное занятие. Мы не споймали. Она здорово умеет нырять и плавать. Летать она не может. Что и нас подтолкнуло ее поймать и перевезти в другое место безопасное. Но она ушла вот в эти заросли дикой мяты. И найти ее практически здесь пока невозможно. Олег весь в тине в болоте, потому что по этому озеру ловили. Ну, в общем, на этот раз попытка не увенчалась все успехом. Выманить утку из кустов дикой мяты не было никакой возможности. Да и мы даже точно не знали, в каком месте она прячется. Вот так закончился первый день моих утиных историй. Прошло три дня. Вдруг я получаю сообщение от Ани. Она пишет, Олег, нам удалось поймать утку. Ребятам все-таки удалось поймать утку. Еду сейчас к ним. У меня как раз сегодня выходной. Хорошо получилось. Еду сейчас, заберу ее. Муж Ани, Олег, поймал. Ну, надо было вообще с самого начала брать, потому что он лучше в кицах понимает, чем мы. Это точно. Все, еду сейчас, заберу, посмотрю. Молодцы они, конечно. После нашей неудачной попытки договорились с Аней, что она будет ее кормить еще в течение недели. А в субботу договорились, что я приеду. Но она сказала, что они попробуют ее поймать сами. Пораньше. Ну, в общем, у них получилось. Молодцы. Сегодня поймали, да? А как поймали? Да. На петле он поймал. Молодец. Нам его надо было с самого начала брать с собой. Нет, да. Он говорит, что надо было дядьку брать. Знаешь, так, да. Смотри, я тебе хочу сказать, что очень осторожная птица после нашей неудачной попытки практически мы где-то более часто приманивали ее. Что вот эта самая и поймал. Два раза она как бы уходила. Но там петля такая, это тоненькая такая нитка, ну веревка, тоненькая такая, понимаешь? Не резко. Он про секунду ее два раза попытка, но и она дома. Там ее проблема с крылом. Проблема. Сломано крыло? По-моему, Олег, надо посмотреть. Там он не сломан. Там кусок крыла, по-моему, совсем нет. А, ясно. Ну, я посмотрю сейчас. Еду забирать и сейчас посмотрим. Даже, во всяком случае, если не получится ничего, если с крылом там совсем все плохо, то есть место, где ее выпустить, в котором их кормят. В общем, все с ним будет хорошо, потому что там она бы точно не продержалась. Все, еду за уткой. За дикой уткой. За кряквой. Еду. Вот и наш Олег идет. Привет. Ну да, так немножко. Привет. Полкрыва нет. Ну, Олег. А не будет летать уже? Летать не будет. Олег. Только будет давать потомство. Летать не будет, но... Только потомство. Потомство тоже хорошее. Серая шейка. Вещь раненый тоже у меня. Все, уточка находится здесь. Олег отвезет ее в центр дикой природы. В центр дикой природы, а потом поместят... А потом я уже не знаю, как они будут. Да. Ну, в общем, будет все с ней хорошо. Все, спасибо тебе, Олег, большое. Я поехал. Забрал я у ребят утку. Сейчас везу ее в центр дикой природы. Там посмотрим, что можно с ней сделать. Но, судя по всему, летать она не будет, потому что у нее нет крыла. Совсем нет. Ну, как бы, ее, видно, пытался съесть кто-то дикий. Вряд ли она сможет летать больше. Но, во всяком случае, выпустить ее в какой-нибудь водоем безопасный, в котором у нее будет еда. Есть такие места, чтобы наплодил на нам еще утят. Это то, что нужно. Вот она. Небази. Вот она. Вот она такая. Да? Все будет хорошо. Ну, такое чудо природы. Вот. Это утка, которая серая утка называется. Мальчик красивее намного, естественно. Ну, как все мальчики у них водоплавающих. Они намного красивее. Она такая серенькая, невзрачная. И называется... Ну, это та, которая трекла. Такое чудо природы. Да, 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 да. Я все понял. Да, да, да. Все, все. Ты меня боишься. Я не буду тебя трогать сильно. Все. Не бойся. Все будет хорошо. Стой, стой, стой. Все. Везу ее в центр. Вот она. Все. Все будет хорошо. Все. Едем дальше. Приехал к ребятам в центр. Кто у них здесь есть? О! Трожик. Вот это еда для птенцов. Вот так ее делают. И кормят птенцы. Вот эти. Которые кричат голодные. Приготовили. И им сейчас будут их кормить. В центре дикой природы проверили птицу. Оказалось, что не все так страшно, как казалось мне на первый взгляд. Крылу не было повреждено. Просто большая часть перьев были вырваны и отломаны. Так как мы и предполагали, скорее всего на нее напал кто-то из диких зверей. Повреждены были почти все маховые перья. Маховые перья это, ну скажем, главные перья для полета. Но самое интересное, что часть из них уже начали отрастать. Были видны новые перышки. То, что будет дальше, птицу обработают против паразитов. Должны будут еще раз проверить перья. Может быть часть из них надо будет убрать. Для того, чтобы выросли новые. После этого она будет помещена в специальное место с небольшим водоемом, в котором держат всех водоплавающих. После того, как перья отрастут и крыло восстановится, птицу переведут в открытое место. Интересно еще то, что после того, как водоплавающие после восстановления попадают на открытое место, в открытые водоемы. Они уже потом никуда не улетают. Потому что место это безопасное. Есть еда и вода. Им больше уже ничего не надо. Сейчас наверняка кто-то скажет, зачем вмешиваться в дикую природу. Ведь это же естественный отбор. Это очень сложный вопрос. Но давайте так. Что касается водоплавающих птиц, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Я сейчас говорю про всех водоплавающих. Мы, например, для них это теплые края. Но с каждым годом к нам прилетает все меньше и меньше птиц. Одна из причин это то, что мест кормления по дороге к нам становится все меньше и меньше. Они не могут долететь. Им просто нечего кушать по дороге. Может, конечно, в ваших краях много рек и озер и очень мало людей вокруг. Считайте, что вам повезло. Водоплавающие гнездятся рядом с водой в тихих местах. И таких мест по всему миру становится все меньше и меньше. Некоторые страны пытаются решить проблему тем, что создают искусственные острова специально для водоплавающих птиц. Подальше от берега, подальше от людей и шума, для того, чтобы водоплавающие могли выводить потомство. Но такие проекты стоят дорого даже в масштабах государства. Я хочу сказать, что сейчас каждый дикий зверь должен быть на особым счету. Человечество медленно и уверенно сдвигает баланс в сторону катастрофы. Я думаю, что стоит задуматься, пока совсем не стало поздно. Не бойтесь помогать животным. У вас обязательно все получится. Я уверен, что можно найти выход из любой ситуации. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Хочу сказать огромное спасибо Ане и Олегу за доброе сердце. За то, что они прошли мимо, за то, что ходили, кормили ее. И в конце концов им удалось ее поймать, что это было совсем непростой задачей. Вы настоящие люди. Спасибо вам огромное. Спасибо ребятам из Центра Дикой Природы за помощь и поддержку. Там работают замечательные люди. Это не первый раз, когда они помогают мне, а я, естественно, помогаю им. Вот так и закончилась история про дикую утку. Я уверен, что с ней все будет хорошо. И она еще не раз принесет нам потомство. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok